Стреляй! Стреляй! Стреляй по колёсам! Стреляй по колёсам! В этот момент, неожиданно для меня, подбежали к машине несколько человек и с двух сторон разбили стекла. И человек, который находился ближе ко мне, залез в машину и попытался схватить сумку, которая стояла у меня вниз. Примерно вот так вот, да, это происходило? Правильно? Да. Я схватился за сумку, стал не давать ему её вытянуть. Так, он на себя выехал. Я, соответственно, тяну на себя. Так. Одновременно с этим попытался несколько раз его ударить, полку, потом ногой. Сумку отобрать у него не получилось. Так. Сумка осталась у меня. Тогда он достаточно неожиданно для меня достал пистолет, направил на меня и выстрелил в область лица. Я почувствовал резкую боль, сумку отпустил, инстинктивно нагнулся. В этот момент сумку он выдернул и убежал. Иван запомнил, что грабители передвигались на чёрном внедорожнике Porsche Cayenne, который называли своей боевой машиной. Сотрудники московского уголовного розыска отследили её в потоке с помощью уличных камер видеонаблюдения. Через несколько минут после преступления полицейские заметили автомобиль на этой автомойке на Большой Черемушкинской улице. Был установлено, что автомобиль Porsche Cayenne, который использовался при совершении одного из разбойных нападений, потом прибыл на указанную мойку. Всё это было зафиксировано сотрудниками Управления уголовного розыска. А в дальнейшем, через некоторое время, этот же автомобиль окинуло помещение данной мойки уже с честными номерами. Бандиты привели полицейских прямо в своё логово. Для налётчиков, на перевозчиков денег эта автомойка была своеобразным штабом. Именно здесь, как полагают оперативники, и планировались все нападения. В данном помещении в аренду был снят третий этаж, в котором двумя представителями данной группы были попытки производства легального бизнеса. Хотели сделать там кафе, но попутно было место их сбора. Там же на мойке осуществлялась смена номеров с оригинальных на дубликаты, так называемых боевых машин, которые использовались при нападении на граждан. За автомойкой установили круглосуточное наблюдение. Через несколько дней здесь появились двое подозреваемых. Валерий Голубков, он же Вахтан Чайшвили и Николай Плужников. В начале 2000-х Чайшвили был осуждён за кражи автомобилей. А когда вышел на свободу, сменил фамилию на Голубкова. На его жизненных взглядах это никак не отразилось. Зарабатывать деньги честным трудом он так и не захотел. Три бойца. Голубков сидел в руле, он же центр и мозг этой группы. И ещё один его подручный, это Никит Плужников, молодой парень, выступал в руле, скажем так, маяка. Он, как правило, вставал либо под банк непосредственно, либо там на каком-то определённом удалении. Его задача была увидеть цель потенциальную и попытаться её проводить до какой-то определённой машины. После этого от него поступал сигнал в боевую машину, либо по рации, либо по телефону. И, соответственно, они уже переключались на конкретную цель, которую им дал Плужников. После дерзкого ограбления со стрельбой подозреваемые сменили автомобиль. Вместо засвеченного Порше Каена купили Ауди А8. Именно на ней они планировали совершить очередное разбойное нападение на перевозчиков денег. О готовящемся преступлении уже знали оперативники МУРа. Всех участников группировки задержали, когда они собирались напасть на очередного клиента, обменника на Ломоносовском проспекте в Москве. Стреляй! 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 Стреляй под колёсом! Давай! Вперёд! 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 Закрывай! Закрывай вперёд! Давай! Давай, лупи стекло! Давай, давай! Вырывай! Вырывай! Вырезаем всех! Бандиты не собирались сдаваться и открыли огонь по бойцам СОБРа. Попытались растолкать полицейские микроавтобусы. В ответ были ранены двое пассажиров Ауди А8. Всего внутри находились четверо. Предполагаемый лидер преступной группировки Валерий Голубков Чишвили, он сидел за рулем, Магомед Исаев, Хайбулы Магомедов и Магомед Гаджи Магомедов. Пятого участника группировки Николая Плушникова задержали неподалеку от места перестрелки. Он сидел в своей мазде и являлся наводчиком. В так называемой боевой машине полицейские нашли автомат, несколько пистолетов, боеприпасы и множество поддельных автомобильных госномеров. Во время перестрелки при задержании машину бандитов изрешетили пулями. На следующий день всех задержанных арестовали. Несколько месяцев они провели в следственном изоляторе. И, наконец, в программе «Честный детектив» удалось встретиться с налетчиками. Дерзкие бандиты выглядели подавленно. О, о, нет, я не знаю. Ванелий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, ребят. О, 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 о. А можно хотя бы поздороваться с вами? Не, 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 спасибо большое. Меня убивали любезный в тот момент, откуда я могу вас помнить. Павел, очень приятно, ну произвол, Павел. Ну что, биться головой в стену. Ну скажите, что произвол. Не надо идти на стады быков, их надо обойти. Ну смысл нашего диалога, вот скажите, пожалуйста. Смысл в том, чтобы вы высказали свою позицию относительно тех обвинений, в которые вам предъявляют. Были вы на этом месте? Стреляли вы 20 человек? Естественно не было, естественно не было. Вы же знаете прекрасно, я вам говорю как есть. Я нигде не был на камеру, я ничего говорить не буду, однозначно. Для меня лучше, но есть ситуация, чтобы это как-то вот так все, это было не особо так громко. Это тоже окей. Здрасте, Магомед Хозбилович. Я хочу, почему это кинокомедия нужно? Можно с вами поговорить? Не, 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 не. По-любому сейчас два эпизода у меня. А, два, а в каких вас обвиняют, если не секрет? Ну вот это приготовление и это женщина. Все. Всего хорошего? Нам фарта. Нам чего? Фарта, фарта. А. Правая рука предполагаемого лидера так называемой банды Ауди А8, Николай Плужников, сбежал от нашей съемочной группы. И только Магомед Гаджи Магомедов не постеснялся показать свое лицо, но рассказывать, зачем грабил людей, не стал. Мы хотим, если вы не возражаете, записать вашу версию событий, но последствиями не хотите. Ну, а вы знаете, да, какие у вас эпизоды, что там вас обвиняют, что вы глаз человеку отстрелили? Все, я знаю, но вы не хотите. Следствие выяснило, что так называемая банда Ауди А8 ранее совершила два неудачных нападения. Наша программа располагает видеосъемками этих преступлений. Сначала от них сумел скрыться водитель Лексуса со своими миллионами. Нападавшие только разбили ему правое стекло. А на этих кадрах видно, что преступники в масках пытались ограбить владельца другого автомобиля. Он вовремя среагировал, вывернул руль и умчался по левой полосе. По итогу длительного расследования собрана масса неопровержимых доказательств, изобличающих Плужникова, Голубкова, Магомедова, Гаджи Магомедова и Исаева в совершении ряда инкриминированных преступлений. На этих кадрах снято ограбление на 15 миллионов рублей. Его молниеносно совершила другая банда грабителей перевозчиков денег. Одна из старейших в столице. Вот на парковке останавливается черный седан. В нескольких метрах от него паркуется внедорожник налетчиков Порше Каен. Легковушку никто не покидает. Тогда бандиты решают развернуться, чтобы уехать. Но как только из черного автомобиля вдруг выходит мужчина с пакетом, рядом с ним резко тормозит машина грабителей. И уже через несколько секунд они уносятся с добычей. Через две недели тот же самый внедорожник снова попадает в объектив камер. Случайные свидетели сняли ограбление на Звенигородском шоссе в Москве. Преступники прижали машину к жертвы к рейсовому автобусу. На этот раз их добычей стали 10 миллионов рублей. Часть денег нападавшие в спешке бросили прямо на проезжей части. Сотрудники московского уголовного розыска оследили так называемую боевую машину банды Варлама-Дарсани. По документам ее хозяином оказался дворник из Коломны Алексей Огурцов. Программа «Честный детектив» разыскала этого человека. Алексей Михайлович живет в коммунальной квартире на окраине райцентра. Злоупотребляет спиртным. Разумеется, денег на покупку элитного немецкого внедорожника у него никогда не было. Мне просто предложили машину оформить. Можно? Можно. Так. Тысячу рублей хочешь заработать? Пожалуйста. Тысячу рублей все вам заплатили? Да. А потом приехал в ФБР. Москву отвезли. И что, вам какая-то ответственность грозит? Нет. Нет? А я уже в Течне, уже в Порше. Ага. Но он до сих пор на вас? Нет, все, он в Течне уже. Как только бандиты поняли, что полицейские вышли на их след через Порш Каен, они стали совершать преступления на спортивной Ауди РС4. Их следующей жертвой стал мужчина, который занял деньги у знакомых на покупку квартиры в Москве. Вез 14 миллионов рублей. На этих кадрах потерпевший подходит к своему подъезду. Позади него останавливается машина. Из нее выскакивают грабители. Мужчина с деньгами пытается убежать. Однако безуспешно. Через несколько секунд преступники скрываются с добычей. Во всех случаях потерпевшие обменивали денежные средства в обменниках. Оставляли предварительные заявки. Указывали сумму подлежащую обмену. Нам установлено, что данная заявка действительно в течение часа. То есть соучастники были осведомлены о примерном времени прибытия потерпевших. О чем, собственно, могли сообщить. Конечно, есть военные информации, которые сливают информацию. Чаще всего они доставляются так. И уже видят. Они не будут грабить того человека, который зашел на 5 минут и поменял 100 долларов. Они увидели, что человек зашел с сумками. Пробыл там определенную часть времени. Они когда понимают, что уже могут и уйти, это молниеносно. Подбегать, разбивать стекла, забирают сумку и исчезают все. Потерпевшие, тебя еще даже ничего не понимают, что произошло. После серии ограблений участники этой банды решили сорвать большой куш и ограбить не частных перевозчиков, а инкассаторов. Активные участники ОПГ не знали, что уже находятся под наблюдением сотрудников московского уголовного розыска. В ноябре 2014 года грабители в очередной раз сменили свой боевой автомобиль на неприметную модель «Вольво». И выставили засаду на московской улице Яблочково, недалеко от служебного хода в банк. Там они собирались напасть на инкассаторов с мешками денег. Но внезапно сами оказались в ловушке. С двух сторон их заблокировали сотрудники московского СОБРа. На этот раз опытные и жестокие грабители не успели опомниться, как оказались на асфальте лицом вниз. Участниками этой банды оказались Варлам Дарсания, предполагаемый лидер группировки, Бердия Гергедава, Рамас Шенгелия и Лассе Дмитриадис. По версии следствия, Дарсания находился за рулем транспортного средства. Шенгелия с Дмитриадисом наносили боковые порезы на колеса автомашин, разбивали ветровые стекла. Гергедава в некоторых случаях угрожал применением оружия и совершал непосредственное хищение имущества потерпевшего. Всех четверых задержанных опознал потерпевший, которого они ограбили. Мужчина успел запомнить лица бандитов, дал показания следствию. Теперь ему угрожают убийством и бандиты, и кредиторы, у которых он по знакомству одолжил 14 миллионов рублей. В ходе расследования выяснилось, что предполагаемый главарь этой шайки Варлам Дарсания был судим условно за торговлю наркотиками. Процесс проходил в Таганском районном суде Москвы. Там сейчас трудится секретарем его гражданская супруга Мадонна Гаделия. На этом фото они вместе идут в ресторан отпраздновать очередное успешное ограбление. Мы нашли эту женщину. Сейчас она живет с двумя детьми в роскошном особняке в деревне Чулково Московской области. На ее участке припаркован дорогой немецкий внедорожник Мерседес. На нем секретарь суда с официальной зарплатой чуть больше 10 тысяч рублей в месяц ездит на работу. Именно в этом доме во время недавних обысков оперативники исследователи нашли пять пистолетов. Они были спрятаны в камине, на чердаке и в ванной. Гражданская жена предполагаемого лидера банда грабителей согласилась поговорить с нашей съемочной группой только через забор. Дом немой, во-первых. Я сюда просто пустили пожить. Знали ли вы о том, что он является лидером преступной группы, которая грабит? Ну, Господи. Во-первых, он не является никаким лидером. Во-вторых, я с ним не жила никогда вместе. Ну, а вот на этой фотографии вы вместе? Ну, и что? Это что, значит, я его жена? Сегодня я встречаюсь с другим человеком. Тоже его жена? Завтра буду встретиться, встречаться тоже буду женой? Лидер Бонд, о чем вы говорите? Бред какой-то вообще сам. А он вообще как-то где-то работал или как? Да я не знаю, работал он, не работал он. Когда-то жизнь, ну, где-то познакомились, увиделись. Я вообще об этом человеке мало что знаю. Мне это не интересно. Как только все участники банды Варлама-Дарсании оказались в СИЗО, они начали хвастаться сокамерникам своими криминальными успехами. Вот что они рассказывали другим заключенным. Деньги они зарабатывали только разбоями и тратили их на роскошную жизнь. То есть покупали себе дома, автомобили, дорогие телефоны, технику. Ну, ни в чем себе не отказывали. Путешествовали по миру, читали в самых дорогих ресторанах. Нашей программе удалось встретиться с обвиняемыми в столичном следственном изоляторе. Все они категорически отказываются признать свою вину. Варлам, Варлам, здрасте. Мы к вам с предом приехали от супруги. Программа «Честный детектив». Может быть, она не Варлама. Может, может. Мы ее записали. Я не буду разговаривать с вами. А можно вот здесь, в сторонке? Вот здесь вот. Ну, я не буду с вами. Роман Сривазович, можно вас на секунду? Да я без видео. Можно поговорить? Да. Что? Что с тобой? Я же писал отказ. А почему не хотите? Потому что не хочу. Может быть, вас как-то незаконно содержат или задержали незаконно? Ну, ничего. Я сам разберусь. Сами разберетесь? Я правильно понимаю? Вы ни на кого не нападали? Нет, ничего. Нет? Я никуда ничего не нападал. И никого не грабили? Нет. Достаточно дерзко себя вели на опознаниях, научных ставках. Предпринимали различные попытки сорвать следственные действия. То есть высказывали свое недовольство, угрозы. Вели себя достаточно дерзко. Стучали по столу, запугивая свидетелей, потерпевших своим поведением, своими действиями. В программе «Честный детектив» удалось найти еще один эпизод криминальной деятельности банды Варлама-Дарсани. Это ограбление было совершено в июне 2012 года. На глазах десятков прохожих налетчики выстрелили в пассажира легковушки, который решительно сопротивлялся и не отдал сумку с деньгами. Это преступление так и осталось нераскрытым. Раненый перенес несколько операций, но отказался опознать нападавших. Несмотря на это, всех участников группировки обвинили в целой серии разбойных нападений и бандитизме. Стреляй! 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 Поголета! Стреляй! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тот же Сакварелошвили, он как раз этим занимался. Сотрудник московского уголовного розыска рассказывает о Вано Сакварелошвили. Следователи считают его лидером еще одной бандой грабителей, которые работали под видом полицейских. На этих кадрах видно, как грабят чужой автомобиль. Вот водитель паркуется около бензоколонки и идет в кассу оплатить топливо. Машину не закрывает. Этим и пользуется Сакварелошвили. Он открывает заднюю дверь, забирает сумку и скрывается. Позже такие простые ограбления опытному босеточнику наскучили. Он познакомился с Виталием Сардановским. Вместе они решили отнимать сумки у перевозчиков денег. Это уже совсем другие суммы. При этом устраивали настоящее шоу. Переодевались в костюмы инспекторов ГИБДД. Я думаю, что это пошло как раз от гражданина Сардановского, потому что, поднимая архивы преступлений, он занимался подставом. Совершается ДТП подстроенное. И в машине мошенников сидит лицо, представляющееся либо генералом ФСБ, либо высокопоставленным сотрудником МВД, тем самым ошарашивая потерпевшего, что такой чин, что у меня будут проблемы. Чтобы человек не понимал, что произошло. Именно по такой схеме банда Вано с Акварелошвили совершила свое самое дорогое своей истории ограбление. Добычей преступников стали почти 2 миллиона долларов. Все действия ряженых полицейских зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Вот по 4 Тверской имской улице Москвы движется черное БМВ. В нем два человека. Молодой совладелец сети ресторанов и его родной дядя. Машина притормаживает, из-за паркующегося впереди автомобиля. Мы попросили прокомментировать все, что случилось дальше заместителя начальника московского уголовного розыска Михаила Гусакова. Машины пострадавших, они останавливаются. Преступники, которые за ними вели наблюдение, до этого пользуются моментом остановки, догоняют их и действуют под видом сотрудников ДПС. Для чего они это делают? Ну, в принципе, таким образом они вводят замешательство окружающих, вводят замешательство потерпевших и таким образом получают какой-то определенный временной промежуток перед тем, как пройдет сознание, что все-таки совершено преступление, а не какая-то силовая операция сотрудников правоохранительных органов. Получают какое-то определенное время, чтобы сприться с места преступления. Что, в принципе, и произошло в этом случае, когда после вот этого действия и потерпевшие, и очевидцы еще минут 15-20 могли понять вообще, что произошло. Молодой бизнесмен Алексей Шевкунов получил эти деньги в наследство от матери, которая владела сахарным заводом в Белгородской области. В тот день он ехал в банк, чтобы открыть валютный депозит. Собирался купить помещение под ресторан. Было наличными, как это не звучит так, 1 миллион 800 тысяч долларов наличными. Ну, кто мог подумать, среди Белодня в центре города, что под формой работников полиции орудуют человека-бандитов. Кто мог об этом подумать? Поэтому у них и не было никаких сомнений, что это действительно работники полиции. Ну, видно даже по поведению, что, скажем так, по телодвижениям, по манере, вот видите, как то, что он делает с жезлом, так, конечно, сотрудники не действуют. Вот таким образом, видите, они их достают из машины, вводят в заблуждение и дают возможность вот этой боевой группе преступников подбежать, вот, скажем так, применив физическую силу, завладеть автотранспортом, в котором находились денежные средства. В тот же день черной БМВ Алексея Шевкунова нашли недалеко от метро Дмитровская. Бандиты бросили машину, оставили даже пакеты, в которых до ограбления лежали почти 2 миллиона долларов. При осмотре автомобиля оперативники нашли GPS-маяк. Выяснилось, что за два месяца до преступления его скрытно установили грабители, после чего спокойно отслеживали все передвижения своей жертвы. И у моего клиента твердо убежденность в том, что эти люди, разбойники, и те, которые остались на свободе, или которые их прикрывают, они очень опасны, очень опасны, и реально боятся своей жизни. Нам неприкрыто угрожали, неприкрыто угрожали, что если мы будем давать и правильные показания, указывать на этих лиц, вот те, которые были арестованы, так, указывают, нас ждет кара. И что, и поэтому мой клиент реально боится свою жизнь. Реально боится. После этого громкого преступления все участники банды ВАНО Сапурелашвили затаились в Дмитровском районе Московской области. Несмотря на бесконечную смену госномеров, оперативники отследили местонахождение автомобилей, а потом и их владельцев. Однако, попытки изучить их социальный статус стали для оперативников проблемой. Например, Виталий Сардановский жил в городе Дмитрове и с виду был честным человеком. У него родная сестра, она занимается бизнесом, то есть такси, который якобы был куплен на деньги, добытый преступным путем. И по всему городу ездят таксисты. И так как они все друг друга знают, то есть на момент, допустим, поездки предполагаемого преступника и нашей слежкой за ним, нас просто, говоря, грубо отсекали либо таксисты, либо просто звонили ему и говорили, что за тобой ездит такая машина, будь аккуратен. Попытка следить за домом предполагаемого лидера банды налетчиков также не увенчалась успехом. Фамильный особняк Вано Сакварилашвили находился в поселке Троицкое Московской области и был защищен не хуже крепости. Причем оборудован был сильной системой видеосвежения, то есть инфокрасники, потому что ночью, когда попытались подойти к дому с целью восстановления возможности нахождения боевых машин, на которых совершались преступления на территории данного дома, подойдя на нас просто все камеры на движение стали работать, поэтому мы отказались от этого. Задерживать участников банды Вано Сакварилашвили полицейские решили во время их нападения на чередного перевозчика денег. На этот раз грабители использовали автомобиль Мерседес с синей полосой по бокам, как у полицейских, с мигалкой и синими номерами. Он оказался точной копией служебной машины 4-го управления центрального аппарата МВД. Сотрудники МУРа связались с коллегами и убедились, что настоящий полицейский Мерседес в этот день никуда не выезжал. В это время другая группа московской полиции при поддержке бойцов СОБРа задерживает вторую машину бандитов Инфинити. Начинается стрельба. Полиция! Молодец! Смири! Смири! В автомобилях предполагаемых грабителей оперативники нашли автомат, несколько пистолетов, рации, спецсигналы, которые используют сотрудники МВД и комплекты полицейской формы. Сейчас пятеро активных участников этой банды Вану Сакварилашвили, Ираклием Джамидава, Мамука Адаишвили, Кирилл Бельгидзинов и Виталий Сардановский дожидаются суда. Все они полностью отрицают свою вину. Больше других возмущен Ираклием Джамидава. Грабил я тебя? Никого не грабил? Ну, все, никого мы не грабили. Ты же вообще все на ровном месте все, я придумываю. Для вашего КСУ, прокуратура, дезинформация на ровном месте все. Короче. А чем вы занимались? Как деньги зарабатывали? Как работаю? Кем? Кем? Это вы у меня в деле посмотрите, там все написано. Все предприниматели и вот тут, кто сидят все бизнесменные. С высшими образованиями люди. КОНЕЦ Теперь о банде Валерия Акуджбы. Задержание этих грабителей столичных перевозчиков денег стало, пожалуй, самым громким делом столичного главка в 2015 году. Валерия Акуджбы. развернулся настоящий бой между полицейскими и преступниками. Бандиты оказали отчаянное сопротивление бойцам столичного СОБРа. Тяжелый немецкий внедорожник растолкал микроавтобусы полиции и попытался скрыться. Началась погоня. Преступники заехали в тупик, врезались в несколько припаркованных автомобилей и бросились в рассыпную. Сначала полицейские догнали Сергея Горепякина. Он несколько лет находился в федеральном розыске за нападение на сотрудника МВД. Сергей Геннадьевич, здравствуйте. А можно с вами поговорить без видеокамеры? Да прекращайте, я же написал вам уже 15 раз. Без видеокамеры можно с вами поговорить? Я не буду разговаривать. Вообще нет, категорически. Я не буду разговаривать, но я уже... Вы меня и так снимали уже на всех программах. Я считаю, отвечаю на ваш прекрасный вопрос. Нет, я не хочу принимать участие в передаче. Я интеллигеничен, ребят. Затем в руки бойцов спецназа попал Сухроп Хайдаров, профессиональный спортсмен-самбист из Таджикистана. Я Хайдаров Сухроп, мне 26 лет. Я готовлюсь к бою с правилем, гран-при в Казахстане. Дальше всех успел убежать предполагаемый лидер банды Валерий Акуджба. Вот он в темном парике висит на заборе, зацепился джинсами. По данным московской полиции, Валерий Акуджба приходится взять им главному криминальному авторитету России, Шакро Молодому. Вроде бы живет в Подмосковье вместе с его дочерью Моникой Каликсом. Сейчас Валерий Акуджба дожидается суда в матросской тишине. Валерий Акуджба, а можно с вами поговорить без видеокамеры? Без видеокамеры можно поговорить? А смысл? Мы снимаем, честно, детектив, программу и будем показывать, как вас задерживали. Ну, показываем. Мы можем записать вашу позицию, что вы там, не знаю, может быть, случайно оказались, что вы ни при чем. Моя позиция известна. А какая она у вас? Ну, там я, когда меня снимали, вы слышали, я думаю, где я спиной стоял. Если касается конкретно моего дела, то есть для этого адвокаты. С адвокатами решайте вопрос, а там дальше... А я сейчас, в данный момент, никаких действий, никакие камеры, ничего. А вы правда взять Шакро Молодого? Это вообще, бред, кто такое говорит, это вранье. После выяснения подробностей личной жизни лидера банды, стало понятно, почему он вел себя, как криминальный хозяин столицы. Вот лишь один эпизод преступной деятельности. Камеры видеонаблюдения сняли, как по дороге идет мужчина с сумкой в руках. Он только что обменял крупную сумму в рублях на доллары. Из подземной парковки появляется черный внедорожник. Бандиты ждут, пока жертва подойдет к своему автомобилю. И в этот момент атакуют, избивают мужчину, отбирают деньги и уезжают. Точно так же они ограбили предпринимателя на Кудузовском проспекте в Москве. Ей губит жадность. Невозможно совершать преступления постоянно и безнаказанно. И, по сути, наше противостояние превратилось в противостояние умов, кто кого перехитрит. В результате преступники допустили для себя руковую ошибку, которую мы воспользовались. Нам удалось за них зацепиться, удалось начать их наблюдать, начать наблюдать за организацией деятельности. По оперативным данным, участники банды Валерия Акучбы могут быть причастны к 15 вооруженным ограблениям перевозчиков денег в Москве. Их добычей стали примерно 250 миллионов рублей. Краденные деньги они тратили на красивую жизнь. Но только не Сергей Грепякин. Один из участников группы вкладывал похищенные в бизнес своей супруги. Тот самый, который находился в федеральном розыске. У нее в Москве и Московской области открыта сеть кофейн. Деньги вкладывались в бизнес. Таким образом, фактически приобретали легальный вид. Программа «Честный детектив» связалась с пострадавшими от действий банды Валерия Акучбы. И все они категорически отказались рассказывать о совершенных преступлениях. Их можно понять. Нам достоверно известно, что некоторым свидетелям по делу неизвестные подкладывали гранаты по двери их квартир и под колеса автомобилей. Так они пытаются заставить людей не давать правдивые показания следователям. В ходе расследования уголовного дела со стороны обвиняемых на органы предварительного расследования оказывается давление. Обвиняемые противодействуют проведению следственных действий. Во время проведения следственных действий закрывают лица, не отвечают на вопросы. Обвиняемые ведут себя дерзко по отношению к сотрудникам полиции. Также следствию известно, что на потерпевших оказывается давление. В адрес потерпевших поступают различные угрозы. Несмотря на давление, которое оказывают арестованные участники столичных банд и СИЗО, московская полиция намерена довести уголовные дела до суда. Есть здесь такое хорошее выражение. Правопорядок определяется не наличием воровых бандитам, а умением властей их обезвреживать. Поэтому мы эту работу ввели в комплексе, в тесном взаимодействии с Министерством внутренних дел. И хотелось бы отметить вклад АПК безопасного города, который очень сильно нам в этом помог. Поэтому в 2015 году, это был решающий, можно сказать, год, когда мы смогли ликвидировать более 20 организованных этнических групп, которые специализировались на падении на перевозчиков денежных средств. Более 100 активных, одевожных, дерзких членов организованных групп были арестованы. И сегодня находятся они в местах лишения свободы. Разработкой столичных банд грабителей-перевозчиков денег занимался специально созданный отдел московского уголовного розыска. Его сотрудники подробно изучили криминальную деятельность каждого налетчика. Опять же говоря, об этих людях, сотрудниках, которые в этом профильном отделе работали и давали вот этот серьезный результат, у них просто произошло сознание себя немножко другое. Если честно говоря, они себя почувствовали выше этих серьезных преступников, скажем так, как волкодавы. Как волкодавы, которые сумели перерезать волков. Ликвидации данных групп проводилась очень профессионально сотрудниками спецназа. В том числе и применяли оружие. Они сопротивлялись и в отношении наших сотрудников пытались, так сказать, применять оружие. И гражданские лица, и потерпевшие от них страдали. Поэтому мы здесь исходили, что действовать нужно очень решительно, значит, бескомпромиссно в этом вопросе. И все это широко освещалось в средствах массовой информации. Но самое главное радио и телевидение. Это, конечно, информация среди криминала. Что московский уголовный розыск действует очень жестко при поддержке спецподразделений СОБРа, ОМОНа. И вот, я думаю, что это отрезляюще на них воздействовало. Москву ждет череда громких судебных процессов по разбоям в отношении перевозчиков денег. Никому из потерпевших пока не удалось вернуть ни рубля, ни доллара, ни евро. Они до сих пор боятся заявлять в полицию и говорить о реальных суммах похищенных денег. Но все же надеются, что грабители получат максимальные тюремные сроки. И что их боевые машины навсегда останутся в гаражах. Редактор субтитров А.Семкин 2019 год. Все суды по столичным бандам с боевыми машинами закончились. Прозвучали громкие приговоры. Никто из преступников не ушел от наказания. Лидер так называемой банды Ауди А8 Валерий Голубков отправился за решетку на 6 лет. Его подельники получили от 5 до 13 лет. За серию разбойных нападений и бандитизм главарь другой преступной группы Варлам Дарсания приговорен к 14 годам в колонии строгого режима. Его сообщники проведут за решеткой от 14 до 15 лет. Третья банда Шайка Вано Сакварелашвили. Лидер группировки получил 14 лет колонии строгого режима. Его подельники от 11 до 17 лет. И, наконец, четвертая преступная группа банда Валерии Акуджбы. Главая группировки приговорили к 11 годам колонии строгого режима. А его подельников к 12 годам. Так закончилась масштабная спецоперация столичного уголовного розыска по ликвидации нескольких бан охотников за чужой наличностью.